В рамках профилактических мероприятий во время объявленного властями режима самоизоляции сотрудники полиции вместе с казачьей дружиной проводят совместные рейды. Главная цель – напомнить жителям округа о необходимости соблюдения правил безопасности. Вежливо к ним подходим, представляемся и информируем о том, что существует такой режим самоизоляции. И если мы видим граждан старше 65 лет, мы вручаем уведомления о том, что необходимо находиться на таком режиме. Рейды проходят в тех местах, где наблюдалось массовое скопление граждан до введения ограничительных мер. Советский проезд практически опустел. Сейчас здесь изредка можно встретить одиноких прохожих. Желательно находиться дома, и как раз в вашем случае вы можете выходить на работу, если вы являетесь сотрудником непрерывно действующей организации. Ну и соблюдать, соответственно, меры предосторожности. Желательно масочку одевать, перчаточки. Каждому жителю сотрудники полиции выдают на руки уведомления информативного характера, где перечислены все допустимые случаи, когда можно покидать свои квартиры. Это оказание медицинской помощи, походы в продуктовый магазин или в аптеку, выгул домашних животных вблизи дома. Я поддерживаю это, конечно. Мы сидим дома, только в магазин я хожу, соблюдаю маски. В целом люди с пониманием относятся к подобным рейдам ввиду сложившейся ситуации. Обязательно должно быть, а как же. Чтобы меньше народу было, тогда соприкосновений будет меньше и заболеваний меньше будет. На набережной реки Купеленки тоже немноголюдно. Однако и здесь можно встретить местных жителей. Они хоть и выходят на улицу, но стараются сохранять социальную дистанцию. У меня взрослые родители, которых мы уже месяц не видели, потому что к ним не ездим. Только передаем продукты, и на этом наше общение заканчивается. Я думаю, что чем больше людей будет оставаться дома, или как минимум сократить свои выходы, тем ситуация будет лучше. На прошлой неделе были закрыты все детские площадки, но до сих пор здесь можно увидеть недисциплинированных родителей. Мы с утра очень рано выходим, пока нет никого. Потом заходим домой, сидим дома. Молодой маме было сделано замечание, а детскую площадку оградили специальной лентой. Режим самоизоляции продлится до конца месяца. Дмитрий Книга, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ.